Мы ждали этого, мы надеялись на это, и вот оно, вот он долгожданный ап Джун Ли. А если тебе не хватает контента по Genshin Impact, то зацени канал Рейна. Молодой человек занимается эдитами по Genshin Impact, но не только. Также он делает разнообразные нарезки по различным аниме. В общем, молодой человек не сидит на месте, постоянно развивается. Ссылочку на него я оставлю в описании. Посмотри, в авось понравится. И передавай ему от меня большой тюленей привет. Большой всем тюленей привет. С вами на связи Аркадий Толкин Вейд, и к нам прилетает очередная охренительная новость. Разработчики долго-долго слушали нас, и наконец-то все-таки апнули Джун Ли. Потому что он оказался реально не настолько крут, насколько должен быть крут пятизвездочный герой. И поэтому давайте вместе с вами посмотрим, какие изменения в балансе ожидают не только Джун Ли, но и других гео-персонажей. Итак, изначально были переработаны его пассивные бонусы. Первый пассивный бонус – господство земли. Раньше он давал увеличение урона от падения кометы на 33% от максимального хп Джун Ли. Теперь этот бонус будет работать по-другому. Теперь урон от обычных атак, урон от заряженных атак и атак в падение будет повышаться на 1,39% от максимального количества хп самого Джун Ли. В принципе, немножечко непонятно. Если мы будем собирать Джун Ли в хп, то по крайней мере это будет хоть как-то нивелировать. Он теперь с руки будет дамажить больше. Но настолько ли это сильно ему поможет – большой-большой вопрос. Но в любом случае, тут уже будет понятно, что Джун Ли будет собираться чисто в хп. И это, по крайней мере, позволит наносить ему еще больше урона. Второе изменение связано с нашей Ешкой. Теперь, после установки этого тотема, он будет наносить урон в зависимости от нашего максимального количества хп. То есть, в принципе, весь общий урон, который будет наносить Джун Ли, будет скалироваться от его хп. Даже вот этот тикающий периодический урон от нашего монумента. Вот это вот изменение уже мне гораздо больше импонирует. Потому что, действительно, вот этот вот монумент, который будет стоять, он как раз-таки и наносит более-менее стабильный урон от самого Джун Ли. И теперь, когда мы будем собирать его в хп, тут реально появится смысл его ставить, чтобы не только себе ульту настакивать, но и наносить дополнительный урон. Поэтому этому изменению я определенно рад. Далее изменения связаны с долгим нажатием нашей Ешки. Как вы знаете, изначально, в данный момент, когда мы долго нажимаем Ешку, то мы наносим урон всем вокруг при помощи Гео и накладываем на себя щит. Так вот, самое главное. Теперь, когда мы взрываем свою Ешку долгим нажатием и вокруг нас нет колонны, колонна автоматически ставится. И при этом еще увеличивается урон за каждую Гео-конструкцию, которая находится вокруг нас. Это вот это вот тоже очень классная фигня, потому что нам не придется просто свитчиться на Джун Ли, ставить сначала монумент, свитчиться обратно с Джун Ли на кого-то на другого, наносить урон. Потом прикидывать, когда должен уже кулдауном отойти, свитчиться обратно, настакивать на себя щит. А так уже можно будет просто моментально вот скастовать на себя щит и переключаться на других героев. Вот это вот изменение реально вдохнет жизнь самого Джун Ли и позволит ему быть не только каким-то там условным ДДшником, но и охренительным саппортом. Ну и вдобавок к этому навыку добавили сопротивление оглушению, то есть теперь, когда вы кастуете долгую Ешку, вас нельзя сбить с ног. Ну такое минорное дополнение, в принципе неплохо, вы по крайней мере не будете откидываться постоянно с ног и спокойно сможете это кастовать. Дальше изменения связаны непосредственно с резонансом Гео и с Гео-щитами. Если раньше, как вы помните, если мы были защищены Гео-щитом каким-нибудь, то было увеличение наших атак, да? То есть, ну на 15% такое было раньше и плюс, по-моему, сопротивление оглушению было. То как теперь работает резонанс? Во-первых, он повышает прочность наших щитов на 15%. Далее, если у персонажа активен щит, то урон увеличивается на дополнительно 15%. А при нанесении урона? А при нанесении урона какому-нибудь противнику, его Гео-сопротивление снижается еще на 20%. Вы представляете, какой это ап Гео-персонажей? Я просто боюсь представить, как у нас заиграет прокачанный Нингуан. Нингуан-мейнеры, вы ликуйте, вы просто будете сейчас разрывать бездну во все щепки. Ну и далее изменения по поводу самого Гео-счетов. То есть, если раньше было то, что Гео-счеты поглощали просто на 250% более эффективно Гео-урон, то теперь они поглощают на 150% и к эффективнее элементальный урон и физический урон. То есть, Гео-счет становится таким уникальным щитом, который поглощает абсолютно все в полтора раза эффективнее других щитов. Вот и все. Вы представляете, то есть, вот это вот такие вот вроде бы кажутся незначительные изменения, но Гео-персонажи, персонажи, играющие от щитов, реально сейчас начнут неплохо так играть. Ну, не просто от щитов, а именно от Гео-счетов, да? То есть, это кто у нас возьмутся? Это у нас Ноэль, это у нас возьмется вновь Нингуанг со своими щитами периодическими. Да, у нее не так много, но все-таки, когда поднимаются элементы, щиты эти есть. То есть, Шам и Джун Ли, да? То есть, вот эти два персонажа реально станут охренительными. Но, в любом случае, посмотрим, когда вот эти вот все изменения доберутся до живого сервера, потому что, когда они до него доберутся, еще непонятно. Потому что все это пока только на тестовом сервере. Ну, а когда уже ожидать его можно будет в игре, никто не знает. Поэтому пишите в комментариях, как вам такое изменение Джун Ли. Будете ли вы теперь пытаться его выбить, пока есть еще такая возможность. Ну, а с вами на связи был Аркадий, Толкенвейд. Надеюсь, вам все понравилось и до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok